В Москве 25 февраля накануне 19-й годовщины Хаджалинской трагедии состоялась конференция и вечер памяти, посвященный этой скорбной дате. Мероприятие, прошедшее в гостиничном комплексе «Президент-отель», было организовано совместно представительством фонда Гейдара Алиева в России, молодежным форумом организации «Исламская конференция», Азербайджанской молодежной организации России и посольством Азербайджанской республики в России. Конференция открылась минутой молчания в память о жертвах трагедии. Затем генеральный секретарь молодежного форума организации «Исламская конференция» Ильшат Искандеров презентовал участникам мероприятия трейлер документального фильма «Путь в Хаджалу». Вот уже много лет подряд фонд Гейдара Алиева проводит мероприятия, посвященные Хаджалу, более чем 70 странах мира. Устраивает конференции, вечера памяти, публикуются книги, буклеты, дивизии, снимаются фильмы. В рамках международной кампании «Справедливость для Хаджалу», начатой в 2008 году, проходят сотни акций по всему миру. Конференции, семинары, пикеты проходят почти во всех государствах Европейского Союза, в странах СНГ, в странах Азии, Южной и Северной Америки. Благодаря кампании «Хаджалинская трагедия» признана рядом международных форумов. Месяц назад в резолюции, принятой по инициативе молодежного форума ОИК, парламентарий 51 страны признал из Нью-Хаджалы преступлением против человечества. Очень символично то, что одно из самых важных мероприятий нашей кампании уже много лет подряд проходит в Москве. Ведь Россия имеет потенциал сыграть позитивную роль в регулировании армяно-азербайджанского-нагорно-карабахского конфликта. И представители российского общества были одни из первых, кто посетили Хаджалы после трагедии и выразили свою оценку, объективную оценку этой ситуации. В то время азербайджанская власть не смогла прийти на помощь своим гражданам. В то время Азербайджан был слаб и разрознен, шла борьба за власть. И в этом, конечно, огромная вина тогдашнего высшего руководства республики, которое не только не обеспечило безопасность своей страны и ее мирных жителей, но и намеренно исказало информацию о случившейся трагедии. Но сегодня Азербайджан – это уже другая страна. Обновленная и окрепшая по всем параметрам общественной жизни, она стала важным игроком мировых геополитических изменений, региональным лидером Южного Кавказа. Уверенный голос нашей страны сегодня все сильнее и увереннее звучит с трибуны признанных международных организаций, таких как ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ОИК и другие. Нам удалось довести до мировой общественной правду о Карабахском конфликте, который наша страна готова разрешить мирным, но справедливым путем. Я не думаю, что мы должны опускать руки, и то, что фонд Гейдара Алиева пропагандирует это событие на весь мир, и каждый азербайджанец должен в этом случае понимать свою роль и свою позицию. Азербайджанцы России – это та самая крупная диаспора во всем мире азербайджанцев, которая должна и может в этом проявить себя и довести до окружающего российского мира, до эстиблишмента не удается, но до народа надо довести обязательно, для тех людей, с кем мы общаемся. Что же случилось вообще в Азербайджане? Почему так получилось, что одно государство, претензии к другому, оккупировав 20% территории, не получает окончательной оценки даже здесь, в России? Почему-то опускаются глаза наших друзей, когда сидят с нами за столом и обсуждают эту тему. Вот именно армяно-азербайджанские отношения как-то опускаются. Как-то неудобно, не стыдно об этом говорить. Так стыдно потому, что в период кровавой бойни Азербайджан фактически подвергся нападению не только армянской стороны, но все, кто промолчал в этот день. Я глубоко убежден, мы слишком многое придаем забвению, исходя из простых статистических величин. Мы забываем о том, что среди погибших в эту страшную ночь были дети, 106 женщин, 70 стариков. И вне зависимости от национальности мы должны ощутить чувство глубокого студа, как мы, вышедшие из одного общего дома, который назывался Советским Союзом, смогли допустить, а потом забыть такое. И вот когда мы говорим, что это не должно повториться, ведь это на самом деле очень простые слова, к которым мы уже привыкли, произносим их по любому поводу. Но в них заключен глубокий смысл. Историю нужно знать и чувствовать ее для того, чтобы в своих словах и поступках соответствовать самым высоким ориентирам. Не прощать зло, хранить память о погибших, строить справедливое и мирное будущее для своих детей. В эпоху, когда мы постоянно рассуждаем о великих геополитических стратегиях, о том, что экономический прагматизм, труба, нефть, газ решают все, на самом деле нет ничего большего, чем слезы матери, которая в ту трагическую ночь потеряла обоих сыновей. И в этом есть главный резон, о котором стоит помнить. И чтобы такое не повторилось, наверное, стоит жить. Субтитры создавал DimaTorzok